Я бы сказала так, что мы сейчас послушали про осложнения при анестезиологических вмешательствах и про сложностях. А моя задача на этом вебинаре представляется таким адептом здорового образа жизни. То есть я постараюсь продемонстрировать, что мы можем профилактировать наши ошибки. Почему себе я это позволяю? Потому что я работаю в клинике негосударственной медси, и у нас внедрена система внутреннего контроля качества. Дело в том, что мы все должны придерживаться этой системы, но у нас она внедрена в таком рациональном режиме. Мы специально проходили аттестацию Национального института качества, и у всех у нас есть подспорья в этом отношении. Национальный институт качества выпустил практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества, которым можно пользоваться. И я в своей лекции буду придерживаться той структуры, которая содержится в этих практических рекомендациях. Просто если вы потом возьмете их, вы увидели, что мы можем сделать для того, чтобы их выполнять. Ну, конечно, сухой язык приказов и рекомендаций, он действительно очень сух. И если мы будем говорить о хирургической безопасности, то это целый раздел в этих рекомендациях посвящен, девятый по счету. И очень сложно его определить, но вот как я для себя это определяю, это часть системы контроля качества хирургической безопасности, которая направлена на предотвращение именно наших системных ошибок. Она касается не только анестезиологов, она касается абсолютно всех сотрудников клиники, но анестезиолог принимает огромное участие именно в организации и в обеспечении хирургической безопасности. И поскольку я обещаю придерживаться именно по пунктам этих рекомендаций, мы начинаем, естественно же, с предоперационной подготовки. И тут я не буду, скажем так, оригинально. Все мы смотрим у пациента перед операцией, у нас у всех есть свои протоколы осмотра перед операцией. 530 приказ подразумевает, что у нас должен быть единый протокол. Но, тем не менее, есть, скажем так, такая рекомендация создать чек-листы по осмотру пациента. Причем вы сами для себя можете определить, какие конкретно вас интересуют в большей степени проблемы у вашего пациента. Они для всех разные. Одно дело, если пациент поступает вне онкологии имени Петрова, другое дело, если он поступает в стоматологическую клинику, третье дело, если он речится у нас, например, в клинике МЕДСИ. У вас могут быть свои специфические абсолютно предположения, что вам потребуется от пациента. Обращаю ваше внимание, что чек-лист – это ваше творчество, вы можете туда включить все, что угодно. И у нас, например, чек-листом мы не пользуемся в обязательном порядке, но иногда используем, если это необходимо. В частности, он стандартизирует нашу работу. И вот этот блок, который представлен вот здесь, первый, это блок, который может заполнить сам пациент. Когда может, тогда заполняет. Когда не может, заполняет анестезиолог. А есть блок, который заполняет только врач-анестезиолог. И тоже вот здесь мы внесли те проблемы, которые больше всего нас беспокоят. Вы можете создать свой чек-лист. Следующий момент – это оценка именно анестезиологических рисков. Они тоже у нас у всех различные. Конечно, мы очень много посвящаем времени трудной интубации, но иногда надо вспомнить о том, что и сложности обеспечения сосудистого доступа, и вот про то, что говорил Артем Алексеевич, это по сложности в позиционировании пациента. Это тоже очень серьезная проблема, особенно для пациентов длительных операций. А возможно, мы можем уже заранее подразумевать какие-то осложнения во время анестезиологического пособия. Есть ли у вас СОПы для этого? Конечно, всегда проще, когда есть СОПы, которые приняты. И опять же, вы можете ориентироваться на то, что рекомендует ФАР, вот, например, Владимир Анатольевич предоставил, трудную интубацию. На самом деле, то, что вот здесь я сейчас показываю, это тоже трудная интубация, и тоже это протокол Федерации анестезиологов-реаниматологов. Просто она немножко вот в таком другом виде, на мой взгляд, это более адекватно воспринимается, эта картинка именно за счет того, что она цветная, что тут немножко по-другому указано, что мы делаем. Хотя суть от этого не меняется. Еще один момент, на который обращает внимание наш Национальный институт качества. Если у вас нету СОПов, ну, не все мы СОПы создали еще, нам еще работать над этим несколько лет, может быть, даже десятков лет. А где вы возьмете информацию о том, как себя вести при сложностях каких-то? Есть ли у вас какая-то, я не знаю, книжка маленькая, что-то, какой-то покет-бук? И второй момент. А есть ли у вас второй человек, который вам сможет помочь? Может быть, это будет ваш коллега или лучший шеф, да? Может быть, это просто вам нужна какая-то не специфическая, а лучшая анестезистка вашей клиники или та, с которой вы больше всего контактируете, которая вас очень хорошо понимает. Следующий момент – это оценка именно хирургических рисков. И здесь я бы сказала так, что, да, реальная оценка и формальная фиксация этих рисков, она остается на плечах лечащего врача. Но анестезиологу тоже никто не мешает ориентироваться по шкале Каприни, которую рекомендует для нас, опять же, Министерство здравоохранения определить уровень инфекции, кровотечения. Для всего этого можно создать… Понятно, что все это есть в интернете. Есть шкалы, которые вы можете запустить в интернете. Если у вас это все помещается в телефоне, прекрасно. Но если вы можете это предоставить еще вот в таком бумажном варианте, где просто обводите кружочками, это еще лучше. Любая стандартизация приведет к сокращению времени анестезиолога на оценку ситуации и на принятие каких-то решений. Непосредственно перед операцией обратите внимание, создайте для себя чек-лист, может быть, не бумажный, но хотя бы внутри, скажем так, своей работы, своего какого-то представления о том, каким образом к вам должен попасть пациент, что он должен из себя представлять. Конечно, в идеале, если есть чек-лист, опять же, принятый всеми, и вам, и вашей анестезистке будет проще, и той сестре, которая будет подавать проще пациента в операционную, но вы должны для себя определить, каким должен появиться пациент у вас в операционной, в каком виде. Зубные протезы, чулки, линзы. То, что говорил, опять же, Артем Александрович, с лаком, без лаком на ногтей, с парфюмом без парфюма. То есть это можно все включить в свой собственный чек-лист. Какую вы хотите иметь документацию, историю болезни? Если в вашей клинике приняты чек-листы, какие конкретные чек-листы вы хотите увидеть? Какие вы снимки хотите видеть? Может быть, вам это принципиально, особенно если вы, например, работаете в таракальной хирургии или, например, в травматологии, ортопедии. Какие вы хотите получить вместе с пациентом препараты? Антибиотика, профилактика. Пациент может быть диабетик, ему нужен инсулин, или, наоборот, инсулин вы не хотите, но хотите, чтобы собственный глюкометр был. Вот для всего этого проще всего создать чек-лист, которым будете пользоваться вы, ваша анестезистка, и сестра, которая подает пациента в операционную. Следующий очень важный момент. Это то, что сработало в нашей клинике практически на 100%. Это чек-лист готовности рабочего места анестезиолога. Он очень прост в использовании. Просто сестра-анестезистка перед началом рабочего дня проверяет, все ли у нее на месте, протестирован ли наркозно-дыхательный аппарат, существовал мониторинг в том объеме, в котором он нужен, работают отсузы, перфузоры и так далее, наличие всех препаратов. Следующий момент, на который обращает внимание наше министерство и Институт контроля качества, и что на самом деле очень важно, это коммуникация врач-сестра и врач-врач. Очень важно, знает ли ваша анестезистка, что вы будете делать, насколько хорошо вы передаете ей эту информацию. Ну, честно говоря, как правило, она знает, что будет делать, когда у вас возникнут сложности, поскольку все наши анестезистки, они выдающиеся люди, они нас очень быстро понимают буквально с полуслова. А вот вы знаете, что вы будете делать, если у нее возникнут сложности, или это для вас будет какой-то проблемой. Тоже надо об этом подумать. Ну и, наконец, есть ли у вас, о чем я уже говорила, второй доктор, который придет вам на помощь, и он готов это сделать прямо сейчас, чтобы оказать вам необходимую поддержку, пусть даже моральную. То, что показывал, так скользко осунулся Владимир Анатольевич, это в операционной заполнении так называемого хирургического чек-листа. Это форма, предложенная во Всемирной организации здравоохранения, но и у многих клиниках она внедрена. Чем она помогает? Она разделена на три части, до индукции, до разреза и после окончания операции. Чем она помогает анестезиологу? Опять же, любой чек-лист стандартизирует работу, тире сокращает время, которое мы тратим на то, чтобы провести какую-то работу. До индукции анестезиолог проверяет, проводит идентификацию пациента, проверяет наличие аппаратуры, медикаменты, наличие инфузионных средств, оговаривает дополнительно, есть ли какие-то проблемы с дыхательными путями, есть ли какие-то проблемы с вынужденной большой кровопотерью, есть ли у нас достаточное количество растворов. Вторая часть – это до разреза. Она такая очень интересная. И вот этот лист, который внедрен в клинику без того, чтобы подумать о том, что происходит у нас в Российской Федерации, он вызывает больше всего недоумений, потому что мы всегда этим занимались, но чек-листом как-то это не оформляли. Но тем не менее основные страхи, точнее не страхи, а я бы сказала негативное отношение к этому было связано именно с формулировками. Для наших, видимо, западных коллег актуально познакомиться с теми хирургами, с которыми они работают. Наверное, было бы неплохо убедиться, что ваши хирурги знают, кто вы, вы знаете, кто ваши хирурги, они не просто смотрят в какую-то аппаратуру. Повторно идентифицировать пациента, то есть убедиться, что это тот самый пациент, мы проводим ту операцию и оперируем то самое место. Убедиться, что выполнена антибиотика-профилактика. Обратите внимание, вот этот слайд тоже демонстрирует. Это все выложено в интернете, это система SCAT, ничего в ней нет необычного, но это сделано так, чтобы нам было удобно этим пользоваться, конкретно в нашей клинике. Есть ли у наших хирургов все снимки, а у вас они есть? Вот здесь, например, оторвавшийся порт, который мы собирались вытаскивать. Ну и последняя вещь тоже после операции, она абсолютно стандартна для нас, мы все это делаем, мы все прекрасно присутствуем в операционной, но тем не менее, лишний контроль и лишний чек-лист заполнения не помешают. Подсчет инструментов, желательно, чтобы это было в два глаза и четыре руки. Один смотрит, другой контролирует. Обсуждение, были ли какие-то у вас проблемы во время операции с аппаратурой. Вот в данном случае у нас во время интероперационной сломался лазер. Ну вот мы его успели починить таким нехитрым способом, но тем не менее, вы понимаете, что дальше эту аппаратуру использовать нельзя. И это надо оговорить заранее с хирургами, потому что они на следующую операцию тоже собираются его использовать. Ну и, конечно же, вы обсуждаете со своим хирургом дальнейшее ведение пациента. Все подписываются на этом чек-листе. Ну и, собственно говоря, на это мы можем пациента вывозить из операционной. И тут тоже у нас с вами есть место для чек-листов. Максимально желательно, опять же, создать свой чек-лист, который вам нужен конкретно для вашего отделения и для вас лично. И, естественно, здесь максимально надо воспользоваться объективизацией данных. Определять не просто сознание, в сознании и без сознания, но еще, если это вас устраивает, то это шкала гум-глазга. Если не очень устраивает, вы в такой по седативным варианте переводите, то это может быть шкала рамсий. Обязательно оценка болевого синдрома. Вот такая красивая картинка, которая сейчас везде тоже рекламируется, ее можно использовать. Оценка послеоперационной тошноты и рвоты. Ну, собственно говоря, вот сам девятый этот пункт рекомендации, он на этом и заканчивается. Но, тем не менее, остаются некоторые дополнительные вопросы, которые тоже входят в понятие оценка качества и обеспечения качества оказания медицинской помощи и внутренний контроль качества, о которых мне тоже хотелось бы поговорить, чтобы просто акцентировать внимание. И первое, самое серьезное, на что обращают внимание практически все, кто начинает заниматься этим вопросом, обеспечения качества медицинской помощи. Это идентификация личности пациента. Для меня это было в свое время достаточно актуально. Я дважды, не проведя идентификацию, попадала в очень неприятную ситуацию. В одном случае я просто сообщила людям, которые пришли навестить своего пациента, что пациент умер. Оказалось, что я просто неправильно провела идентификацию, и пациент был переведен просто на отделение. Это не самая приятная ситуация. Министерство здравоохранения обязывает нас идентифицировать пациента по двум критериям как минимум. Чаще всего для этого используется фамилия, имя, если есть отчество и год рождения. Дополнительно рекомендуется использовать браслеты. Вот вы видите, здесь они даже имеют цветовую дифференцировку. Белый браслет – это просто пациент стационара. Желтый браслет – это пациент с повышенным риском падения. Красный – это наличие у пациента аллергии. И когда мы это все внедряли в своей клинике, я очень скептически к этому относилась. Очень скептически, особенно к браслетам. Мне все это очень не нравилось. Но, тем не менее, буквально через полгода после того, как это случилось, в моей операционной появился вот такой замечательный пациент. Обратите внимание, у него есть браслет. На этом браслете написано, что зовут его Гуся. И он 2018 года рождения. Браслет красный, потому что Гуся переболел недавно ветрянкой, и на этом фоне у него развилась аллергия на зеленку. И когда мне ребенок вот это все прям по пунктам рассказал, я поняла, что система работает, что система очень удобна для использования, и она не вызывает никакого отторжения негативного ни у пациентов, ни у сотрудников. Очень важный момент – это эпидемиологическая безопасность. Конечно, все знают, анестезиологи, что это такое, но вот насколько мы всего этого придерживаемся. Проверьте все свои рутинные действия, которые вы выполняете именно на предмет эпидемиологической безопасности. А руки мы моем правильно? А у вас есть картинка, как мыть руки правильно? А есть у вас, может быть, какое-то кино, посмотрите, в интернете полно выложено всего этого. Как вы устанавливаете венозный катетер? Как вы устанавливаете центральный катетер? Как вы проводите нейроксиальные блокады? Что вы используете? Какой у вас подход к этому именно с точки зрения эпидемиологической безопасности? Когда существуют СОПы, конечно, работать проще. Но если СОПов нет, анестезиолог на себя берет ответственность полностью организации именно эпидемиологической безопасности этих манипуляций. Еще один очень важный момент, опять же, возвращаясь к нашим любимым коллегам, медсестрам-анестезисткам, это зонирование пространства. И обратите внимание, коллеги, большинство наших коллег-анестезисток очень хорошо владеет таким понятием, как эпидемиологическая безопасность. Зачастую лучше, чем мы сами врачи. Это не идеальный столик нашего отделения. Но тем не менее, обратите внимание, насколько он разделен четко. У нас существует стерильная зона, у нас существует чистая зона и у нас существует грязная зона. Спросите у своей анестезистки, где у тебя что, и не кидайте туда, куда не надо, того, чего не надо. Простейшее действие, но, опять же, оно обеспечивает вам контроль над ситуацией и обеспечивает эпидемиологическую безопасность, за которую в том числе отвечаете и вы. Еще один момент – это лекарственная безопасность. Это вообще раздел, который у анестезиологов сложности не вызывает никогда, потому что уж кто-кто анестезиологи всегда, когда назначают препараты, оценивают и наличие аллергии, и возраст, и индекс массы тела, и какой препарат ему предпочтительно в данном случае вызвать. Но, тем не менее, просто такой акцентик небольшой. Обратите внимание, а ваши препараты, они хранятся правильно? Вот здесь представлен шкафчик, и, конечно же, все препараты подписаны, где какие группы, это понятно. Но дополнительно, когда вскрывается какая-то упаковка, срок хранения годности указывается. Вот здесь, например, и вскрытие, и срок годности указан. То есть вы можете взять вскрытую упаковку и будете знать, есть ли еще срок годности у этого препарата. Есть ли у вас правильные условия хранения? Обратите внимание на эту коробочку вот здесь наверху. Это карантинная зона. Никто не мешает вам туда положить препараты. Совершенно не обязательно использовать какой-нибудь бункер для карантинной зоны. Но, тем не менее, все анестезиологи и все сестры-анестезистки знают, что в первую очередь мы берем препараты из карантинной зоны. И еще один момент очень важный. Это безопасность. Это наличие маркировки всех наших препаратов, которые мы используем. Используете ли вы маркировку шприцев и растворов для инфузии? Мы часто это делаем. Или мы попадаем вот в такую ситуацию, знаменитая картинка, которая облетела весь интернет, когда практически две одинаковые ампулы с разными названиями, введение которых может быть жизненно решающим. Да, решающим. Чего проще, собственно говоря, нарисовать на растворе с инфузией имя, фамилию, дату рождения пациента, поставить номер истории болезни и дату, и время, когда вы поставили этот раствор. Сложности нет, но это дает серьезный контроль над ситуацией. И анестезиолог, и анестезистка, и кто бы не зашел в операционную, прекрасно понимает, что капает, когда капает, кому капает и зачем. Следующий очень важный момент, это большинство наших назначений анестезиологических, это вербальные назначения. И вот здесь необходимо создать соответствующий документ, который был бы принят. Если вы помните, при проверке документации вербальные назначения не считаются легитимными, но анестезиологи без них не могут. И если мы предоставим вот такой документ, наличие пошаговой инструкции, и как назначаются по вербальной схеме препараты, но это некоторым образом играет в нашу защиту. И следующий момент, это, конечно, контроль качества, безопасности медицинских изделий. В частности, это аппаратура. Эта картинка несколько сумбурная, мы сейчас отказались немножко от этой картинки, но я ее привожу здесь специально. Почему? Потому что анестезиолог должен ответить себе на следующие вопросы. Как давно проверялась аппаратура техниками и инженерами? Вот у нас есть специальная бумажка, где написано, кто проверял, когда это случилось, и дан телефон, кому можно позвонить, если какая-то аппаратура неисправна. Кем проведена обработка аппарата? Еще один чек-лист. Я понимаю, что их много, но еще раз, любые чек-листы стандартизируют работу, сокращают наше время. Вы уверены, что у вас все в порядке именно с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения сборки аппарата? У вас есть карманная инструкция к аппарату? Она прилагается? В большинстве случаев современных – да. Но иногда карманной инструкции не хватает. Вы знаете, где находится полная инструкция? Она где лежит? Она лежит в вашем общем доступе? Она лежит у заведующего отделения? Или она лежит в библиотеке общей? В публичной, например. Знаете ли вы, что делать, если аппарат сломался? И кому сообщить, если он сломался? И есть ли у вас вариант замены? Или может, вам уже давно пора переходить на ксенонотерапию, потому что просто других аппаратов нет? Что касается медицинских изделий, есть ли у вас достаточный запас медицинских изделий, хранятся ли они правильно? Вот это сейчас очень такая картинка красивая. На самом деле, устроить такую систему очень просто. Это контейнерное хранение. Я не могу сказать, что это очень дорогое удовольствие. Такое можно сделать в любой клинике. Ну и последнее, о чем я хочу остановиться, что просит от нас Министерство здравоохранения? Это работа на основе клинических рекомендаций. К сожалению, анестезиологических клинических рекомендаций очень мало. Но тем не менее, у нас есть рекомендации ФАР. Вот это, например, переработанные рекомендации Федерации анестезиологов по системной токсичности местных анестетиков на листе формата А4. Вмещена практически вся инструкция. Если мы работаем с кровью, почему бы вам самому не сделать то, что проще всего в использовании, и чтобы это можно было посмотреть в ближайшие 3-4 минуты. Ну или, опять же, для себя самого любимого создать маленькую книжечку, где будут основные проблемы или основные протоколы и основные чек-листы, которые вы можете использовать. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...